Да, это я, ну а это Борода. И буквально через 2 секунды я вовлю в свою первую автомобильную аварию. Но об этом чуть позже. Несколько дней назад в интернете я увидел ролик одного американского блогера, в котором Тесла управляла его жизнью 24 часа. Я сказал Бороди, Борода, давай снимем подобный ролик, потому что идея мне ну очень сильно зашла. И Борода меня поддержал. Ты готов отправиться? Там хрен с ним, погнали. В целом это был очень крутой, мастичный и реально кайфовый день. Что бы только ни делали, вы даже не представляете, в какие места отправила нас Тесла. Это срань сама решается за нас. Но осталось только одно. Нам нужно с тобой серьезно поговорить. Честно, я уже потерял надежду, что этот ролик вообще когда-нибудь выйдет в нашем канале. Но мы это сделали. Для вас. Приятного просмотра. Ты снимаешь? Ребят, хочу познакомить вас с моей новой машиной. Это Тесла Model 3. Нравится? Чувак, ну я что, пошутить не могу. Ну отстань ты уже от меня. Да, она арендованная. Сегодня мы хотим сделать так, чтобы эта Тесла управляла нашей жизнью 24 часа. На самом деле, эта тачка гораздо умнее вообще всех нас, потому что у нее есть искусственный интеллект. Давайте вообще посмотрим, насколько же это крутая тачка. Здесь есть огромная панорамная крыша. Ну и самое интересное, вот так выглядит зарядка Теслы. Это невероятно футуристическая штука. Ты просто касаешься, она открывается, вставляешь и твоя тачка заряжается от обычной розетки. Здесь очень вместительный багажник, но в котором есть один уникальный секрет. Сейчас я вам его покажу. Можно открыть меня? Ребята, здесь есть один огроменный багажник, который идет с задницы автомобиля до самого переда, посмотрите. Да ладно, я прикалываюсь, здесь просто два обалденных крутых багажника. Ты можешь сюда ложить продукты, ну а сзади у тебя другие вещи. Но самое интересное, багажник и капот открываются с кнопки. На вот эти камеры можно вообще превьюшки для Ютуба делать. Здесь есть вот такие крутые бардачки, но кому это нафиг интересно? Когда ты покупаешь этот звездолет, самое главное, что ты хочешь на ней сделать, это хорошенько втопить в пол и погоняться на ней. Тес, ты готов? Да. Драйвинг, спорт. Фух, волнуюсь немного, конечно, ладошки сразу потеют. Посмотрите, посмотрите на это, просто посмотрите на скорость. 120, все, я больше не могу, все, я больше не могу, я не хочу нарушать. У меня мурашки по коже от того, что дает эта машина, реально. Я очень хочу показать эту тачку Бородей, провести сегодня вместе с ним этот день. Поэтому сейчас первым делом мы едем к Бороде и забираем его. Я с Бородой договорился, чтобы он вышел недалеко от дома, потому что он не знает, что я еду на новенькой Тесле. Ребят, вон он идет, идет, что-то рассказывает, что-то важное такое делает, да? Сейчас я ему посигналю немножко. Садись, давай быстрее. Откуда? Ты не читаешь, на машине написано аренда. Как тебе Тесла вообще? Какого хрена? Это прям какой-то космический корабль. Ты катался уже на Тесле, но она, видишь, с какой-то пленкой невероятной. Пожалуй, пристегнусь. Да, кстати, эта пленка мне напоминает вот эту, знаете, мухи есть такие. Обалдеть, это что такое? Футбольный мяч. Давай сделаем так, чтобы эта Тесла с ее интеллектом управляла нашей жизнью на протяжении 24 часов. Здесь, видишь, есть навигация. Ты просто заходишь в саму навигацию и нажимаешь на лаки. И таким образом оно будет выдавать абсолютно рандомные места, куда мы сегодня будем ехать. Ты готов отправиться? Хрен с ним, погнали. Вот так выглядит наш огромный город. Мы нажимаем на одну кнопочку, лаки прямо здесь. Идет загрузка. Нам Тесла показала вот эту точку. В этой части города очень много разных школ. Ближайшая школа, которая будет находиться там, мы в нее заедем. Давай позвоним нашим администраторам, чтобы они привезли нам кучу реквизита. И подарим детям, не знаю, наши боксы новые. Я думаю, у нас так дети просто разорвут, когда мы приедем в школу. А если мы еще приедем с подарками, то это вообще будет просто... Давай, я за. Ребята, напишите в комментариях свою школу. Вдруг, реально, в каком-то ролике мы просто поедем в вашу школу. Так, а что тут у нас вообще есть? Глоуфбокс, типа коробка перчаток. Бардачок, что ли? Это бардачок, прикинь. Ты думаешь о том, что я? Мы же с тобой это уже делали. Если ты понимаешь, зачем я. Сейчас вы все поймете. Это шарик. Прикинь, у Тесла настолько мощный, что он бы запорвался. Ребят, вот та самая локация. Как я и говорил, это школа. И мне кажется, пришло время делать крутые дела. Он даже уже... Все, все, все. Итак, друзья, Тесла показала на эту школу. Разделся. Так, я думаю, что нам нужно будет выбрать сейчас какой-то рандомный класс и зайти в него неожиданно. Раз, два, три. Ребят, мы пришли к вам случайно. У нас в своей жизни управляет Тесла. Кто смотрит Magic Fight? Первый вопрос. Я буду на воду. Кто не смотрит Magic Fight? Нет таких, да? Спасибо. Друзья, давайте перейдем. Magic Fight! Кстати, если вы тоже себе хотите вот такой магический бокс, вы можете перейти по ссылке в описании. Там более 11 магических предметов, с помощью которых ты можешь делать разные фокусы ментальные, гнуть ложки, угадывать карту зрителя, которую он загадает у себя в голове. Переходи по ссылке в описании и покупай этот бокс, потому что их разметают очень быстро. Первое задание Теслы мы сегодня выполнили. Сейчас нам нужно выбрать второе место, куда мы поедем. И Лаки, возле села Бузово. Село отлично, со школы в село. Ну всем пока, ребят. Ну всем пока. Ребят, просто посмотрите, нам еще ехать до того места, до Бузовой. Короче, минут 20. Бузова. Я надеюсь, нас там встретит в Собчак, и вместе с Бузовой мы покурались. Кайфуйте! Ребят, мы приехали на место, но это штука по имени Тесла. Спасибо тебе, Илон Маск, привела нас просто на Амик Энерджи. Ребят, я подумала, что здесь можно будет зарядить ее батарею. Вообще, на самом деле, очень смешно, если сейчас к нам подойдет сотрудник заправки, и такой, а куда это впихать вам, потому что у вас вроде электромашина. Здесь вокруг ни черта нету, но есть электрическая зарядка. Так вот, почему она показала это место. Так, ну и что? Ну, засунь. Похоже. Нет, это туда надо. Так как мы живем в прекрасной стране, не подходит, не коннектится. Но ничего страшного, у нас есть прекрасный транспорт. Ноги. Франк. Ребят, честно, когда мы сюда приехали, мы подумали, что мы приехали просто в какое-то село, но оказывается, рядом здесь есть баги, но не просто баги, борода. Парные баги, то есть вы с другом садитесь за баги, один управляет, а второй берет ствол и херачит по твоим врагам. Короче, это пейнтбол на багах. Я впервые в жизни такое вижу. Я-то подумал, что нас Тесла обманула, нашла нерабочую зарядку, и все. Мы просто прошли с 200 метров в округе и нашли огромное крутое развлечение. Илон Маск, спасибо тебе за то, что ты нам помогаешь. Погнали. Я даже не представлял, что такое вообще может быть. Эй, куда погнали? Давай забьемся. Если я побеждаю в этом раунде, тогда ты моешь машину максимально вальяжно, красиво, сексуально, как девочка. Потому что вся Тесла полностью грязная. И это все нужно отмывать, потому что тачка аренная. Поэтому давай, занимайся. И очень забавно. Итак, у нас есть две тачки. Одна желтая и одна зеленая. Здесь находятся вот такие черные шарики. Задача каждого из нас сбить как можно больше шариков у противника. Тот, кто их сбивает, собственно и выигрывает. Мы стрелки, у нас еще есть водители. Старайся не делать так, чтобы мы не сзади были, понял? Лучше остановись, и пусть они обижают. Есть. О, стоп! Есть! Я еще один попал! А сейчас, по сути, можно делать зигзагами, и прям посложнее в нас попасть. Я три сбил уже. Ай-яй-яй, не попал! Есть! Я делаю пор на тебе. Пока что счет 4-3. У него один шарик, я должен его сбить, пока борода выигрывает. Как два шарика, это гораздо легче. Полетели. Еее! Да ладно, два! У-ху! Поворачивай налево. Не могу попасть. Есть! Ай-яй-яй. Не надо. Еее! Бух! Я в состязании проигрываю. Я вначале, я вел 3-2, а потом я вел чуть-чуть еще сильнее. Но в итоге борода выиграл. Просто меня как будто всухую. А значит, ты будешь мыть тачку в самом лучшем своем оплое. Я в конце дня помою тачку, и она будет просто блестеть. Фух, ребят, если честно, ну я в шоке от этих багов. Это очень сильно выматывает, что я даже говорить не могу. Ну так, ты обещал, да? Ты обещал, Никита в конце ролика сексуально будет мыть машину. У нас есть опять же кнопочка Navigate. Мы находимся в жопе. В жопе, далеко от Киева. Надеюсь, она выберет что-то интересное. Блин, я надеюсь, она нас не перешлет в другой город. Так, следующая локация. У нас выдался национальный парк Головсеевский. Так, нужно быстрее ехать, потому что время поджимает. Мы уже едем, наверное, минут 30. И до сих пор я не вижу Киева. Почему она выбрала загород, я до сих пор не могу понять. Вы видите, очень далеко еще на этом месте. Ну вот и все, ребят. Мы приехали в самый огромный парк в нашем городе. Тесла нас привела именно сюда. А мне кажется, что здесь просто много музеев. Поэтому она нас сюда привела. Тесла нам показала, что мы должны следовать аж хрен знает куда. И что нас там ждет, никто не знает. Поэтому уже интересно, что хочет искусственный интеллект нам показать. Давайте попробуем, каково это кататься на велике с квадратными колесами. Он никак не зафиксирован, поэтому это будет очень стрёмно. Обалдеть, я в шоке. Архимед тобой бы гордился. Ощущение, как будто ты идешь на велосипеде. Я предлагаю пойти вместе с нами. Осторожно. Так, это что такое? Нет, стоп. А, это просто... А, обалдеть, посмотри. Антистресс. Блин, ну, кстати, есть же такая болезнь, когда люди боятся дырочек, знаешь? Крипофобия. Боязнь пористых вещей. Вау. Блин, досмотрите внутрь. Реально прикольно. Это опал. Отбивает свет и разбивает его на несколько цветов, как радуга. Ооо, это реально тупо Веном. Мы Веном. Не сегодня. Блин, ну я не ожидал, я только что взял, и я уж испугался, как оно круто смотрится. Готов? Давай. Три, два, один. Ооо, вот это было жестко. А, так тут еще одно стекло. Jesus Christ. Сейчас мы с вами пойдем внутрь вот этой огромной штуки. Я не знаю, что там, но там будет интересно. Понял, здесь разные лазера, и ты можешь ими управлять. Блин, так прикольно. В общем, на самом деле я обожаю такие музеи, потому что здесь реально много нового узнаешь. Моя любимая инсталляция для битбокса прям идеальна. Кайф вообще. Пацаны, там есть крутой эксперимент на два человека. Давай с тобой попробуем. Давайте. Ого. Что, ты меня слышишь, да? Я слышу, что многие еще не подписаны на Magic 5 канал. Да ладно, это же невозможно. Они должны нажать на красную кнопку на тристака, чтобы стать серой. Ребята, давайте быстренько испаем ситуацию. Поставим, во-первых, лайкос под этим видосом. Напишем комментарий, что-нибудь хорошее по этому поводу. Ну и, собственно, подпишитесь на наш канал. Фук, ребят, мне на самом деле очень понравился этот музей. Я, честно, не ожидал, что в этом парке могут быть такие крутые музеи. Поэтому я предлагаю не останавливаться на этом. Сейчас выбирать сразу же. Берем по старинной схеме, нажимаем вот сюда. Господи, приведу что-нибудь нормальное. Погнали. Нам показывает локацию какая-то база автосвука. А, вон, рядом метро. Мне почему-то кажется, что там будут какие-то, знаешь, типа как заводы. Я там ездил, на самом деле. Это возле метро. Ребят, мы едем на завод. Ребята, мы только что попали в аварию. Мы только что ударили вот эту тачку. Никто не ожидал, что сейчас такое произойдет. Мы просто в ахере. Вот как произошел удар. Вот как пострадал автомобиль Kia. Так, стоп. Я ничего уже не понимаю. Почему здесь белый салон? Мы же целый день ездили на красном салоне. А почему эта Тесла другого цвета? И почему вообще произошла эта авария? Ребят, я хотел отснять классный ролик. Сделать так, чтобы вы порадовались. В итоге, давайте посмотрим, что получилось. Здесь у нас бампер у кранты. Вот такой вот удар. Снизу вот такие вот здесь штуки неприятные. Вот это меняется. Здесь приезжает полиция. Я буду здесь целый день. Ребята, я очень сильно огорчен, потому что мне очень больно видеть, в каком состоянии Никита. Я с ним пытался поговорить. Он сейчас в жестком стрессе. Ему очень тяжело, потому что он попал действительно на большие деньги. Друзья, давайте мы поможем Никитасу. Поддержите его в комментариях. Просто я уже не знаю, как ему помочь. Мне кажется, что этому ролику не суждено будет выйти. Так, мне сейчас, как и вам, тоже ничего не понятно. Но в конце ролика вы узнаете, что произошло, сколько обойдется мне починка Теслы и второго автомобиля, и почему мы решились вообще вернуть на канал фокуса. Но об этом чуточку позже. Несмотря на нашу аварию, мы все-таки досняли этот ролик. Мы здесь все обыскали, и самое прикольное, что здесь есть, это оказался огромный скалолазный центр. Он как-то называется, а как-то дром, какой-то дром. Да. Скалодром, да? Скалодром, вот, правильно. Кто первый долезет до самого конца на вот этой огромной штуке, тот сможет выбирать в ресторане все, что угодно своему оппоненту. Как только динозаврик упадет, мы начинаем. Три, два, один. Погнали! Главное не собраться. Ой, не собраться. Главное не собраться. Я думал, что это будет легче. Блин. А тут, чем дальше, тем сложнее, чувак. Ой-ой-ой-ой. А бубликов-то все меньше и меньше. Есть, все, я сверху. А теперь мы морские котики. Вот это спуск, я понимаю. Все, я теперь выбираю, что будет кушать брода. Бублики. Бублики оказались быстрее. И у меня будет капка бесплатная. Я выдох себе, хочу есть. Погнали быстрее в Тесла. Я бы тебе был бы, что поесть. Боже мой. Ребята, я просто ненавижу высоту. Я ненавижу лазать. И это все в один момент. Просто Тесла, такое ощущение, что меня ненавидит. Но я надеюсь, я отыграюсь на следующей точке. Ну, давай, наверное, решим, куда мы вообще поедем. Вот эта срань сама решает все за нас. Вообще, у тебя нет выбора. Вообще никакого. Мы с тобой договорились, что мы должны сейчас похавать. И я буду выбирать, что ты будешь кушать. И плюс ты оплачиваешь. Поэтому давай в этот раз выберем не лаки. Здесь есть даже хангрид. Хангрид, когда ты голоден. Нажимай сам. Вот я нажимаю хангрид. Загрузка. Кстати, 2 километра ехать всего лишь. Торговый центр. Торговый центр, да. Ну что ж, искусственный интеллект говорит нам о том, что мы должны поехать в Ocean Plaza. Это наш торговый центр в центре Киева. Я надеюсь, что там он выберет нам нормальную еду. Все, так я же выбираю. Значит, точно будет все неадекватно. За что мне этот день? Ну что, ребята, мы выполнили то, что говорит нам Илон Маск. Мы приехали в Ocean Plaza впервые. Тесла нормально что-то посоветовала. Не факт. Еще не знаем, что там будет. Где мы будем есть. Сейчас моя задача выбрать какой-то классный ресторан. Заедет это с бородой и выбрать то, что он там будет кушать. Знай Никиту. Сейчас Никита выберет какая-нибудь азиатская кухня с каким-нибудь дерьмом, которая лазает перед тем, как его сожрать. Ребят, я совсем недавно был в городе Дубай. И там тоже есть такой же огромный аквариум. Я подумал, почему бы мы с бородой не покушаем что-то морское. Ненавижу рыбу. Здесь же рядом есть очень интересный ресторан, о котором борода не слышал. Но я там был. Поэтому я хочу сейчас выбрать ему что-то очень пекан. Мне самое главное, чтобы оно было мертво. То, что мертво умереть не может. Или, по крайней мере, приготовлено. Ну, не сырое. Ты же это любишь? Устрицы, конечно. Но я тебе точно не куплю, потому что ты их любишь. Стоп. Я уже знаю, что я закажу, потому что за сегодняшний ужин будет платить борода. Все очень просто. Я позвал человека, сказал, что здесь самое дорогое. И оказалось, что самый дорогой здесь стейк из вот этой огромной рыбы. Борода пока сидит себе, снимает истории, кайфует и даже не знает, что я ему приготовил. Мне кажется, что в конце сегодняшнего вечера чек получится очень большой. Ну все, еда на столе. Борода, открывай глаза. Какого хера оно реально шевелится, постоянно двигается. Я же просил все что угодно, кроме того, что оно живое. Это мне, это самый дорогой салат, который здесь есть. А тебе не противно есть то, что шевелится? Да я думаю, что это очень вкусно. В целом, у тебя еще есть выбор, что ты будешь кушать. Ну тогда вот это. Нет, это я себе тоже. Смотрите, ребят, это самые большие королевские креветки, они огроменные. И борода на самом деле их обожает, но я в первую очередь хочу быть сытым сегодня, поэтому эти креветки тоже идут мне. Окей, вот это? Не, не, чувак, это стейк мне. Это самый дорогой стейк, который здесь есть. Самая жесткая, что вот этот стейк из вот той рыбы. Прикинь? Поэтому он такой дорогой. Я понимаю, что ты сидишь на диете, что тебе это все нельзя, поэтому я про тебя подумал, и сегодня ты будешь кушать вот это. Поэтому твоя еда это вода. Ты проиграл, я себе покушаю, ты это оплатишь. Мне кажется, это гениально. Все, приятного аппетита. Пожалуй, утоплю свою печаль в этой воде. Все правильно, морской ресторан. Что тут делать? Конечно, пить воду. Я думаю, она хотя бы не морская. Что? Первое, вот эта штука. Это называется мидия. На вкус, как какая-то мятная жвачка. Пробуем салат, который шевелится. Ты кладешь себе это в рот, и оно начинает у тебя во рту шевелиться, это такие странные ощущения. Это вообще странно, что люди кайфуют от того, что у них что-то шевелится во рту. Если вы когда-то в своей жизни пробовали креветки, то вот совмещите креветки со вкусом кока-колы, креветки со вкусом кока-колы. Лучше же пить морскую воду. Перестейк берем, откусываем на такую огромную штуку. Здесь кусочки манго мы берем, накалываем вот так вот и отправляется все ко мне в рот. Смотрите на это. Это огромная креветка. Она такая мягкая, такая сочная. Тесла реально выбрала первый раз нормальную локацию, и это еще не конец вечера, чтобы вы понимали. Реально, у меня вот этот глаз дергается. Я на этом не остановился. Я подумал, а что если попробовать икру у этой рыбы? Посмотрите. Вы видели когда-нибудь такую желтую икру? О, какая красота. Я думаю, она по вкусу как морское дно. Короче, представьте, если вы взяли спрайт, залили его в бутылочку, добавили туда растительного масла, чтобы оно было такое все вязкое, потом добавили туда маленькие шарики, сырочка, кинули туда, и получается, когда ты кушаешь, как будто ты откусываешь сыр, обволакиванный в масле из спрайта. Кто ты, черт в пивере, такое несешь? Пришло время узнать, сколько же вот этот невероятный обед для нас стоил. Борода, я даю тебе эту честь. Ну, нормально, 100 баксов почти. Чтобы вы понимали, он мне приобрел воду за 400 рублей. Я заботюсь за тебя, ты должен пить самую лучшую воду. Можно облачивать? Спасибо огромное, ты впервые за историю канала меня официально покормил. А ты меня напоил. Ну что, друзья, как-то вот так сегодня прошел наш день. Все началось с идеи того, что я предложил Бороде снять такой ролик. Я думаю, блин, круто будет Теслу взять, так как у нас нет денег, чтобы купить себе новую Теслу для ролика, потому что это огромные деньги в районе там 80 тысяч долларов. Я взял эту Теслу у своих друзей Эльмоб Юэй. У меня никогда не было никаких аварий. Это мое первое ДТП. Когда я, вот знаете, машина выезжает, у меня это был стоп-кадр. Я понимаю, да б**ть, это же столько времени и сил я потратил и также Борода и вся съемочная группа, потому что мы начали снимать ролик, арендовали тачку и я на этой тачке врезаюсь в тачку другого человека. Но, друзья, в любом случае нам нельзя упускать тот момент, что если бы, не дай бог, та машина, которая ехала к нам навстречу, ехала немного быстрее или мы ехали немножечко быстрее к ней навстречу, все могло быть совершенно иначе. получилось так, что в итоге неправ оказался человек, который обрезался. Но я тоже заплачу штраф, я, получается, повернул на полосу, на которую нельзя было поворачивать, потому что я спешил на съемку, я хотел быстрее доехать на локацию для того, чтобы снять классный, качественный контент. чтобы ты понимал, чтобы что-либо тебе снять, мы стараемся смотреть что-нибудь уникальное, чтобы это не было никого другого, мы пытаемся все силы потратить, чтобы это было как-то иначе, или мы тратим безумное, огромное количество энергии, и при этом все, и денег тоже, да и здоровье, чтобы вы понимали, вот я сейчас снимаюсь с больным, недавно снимался Никита больным, суть в том, что мы никогда не отступаем, потому что мы знаем, что мы должны вам снять новый ролик. И на протяжении пяти лет мы не останавливаемся, мы постоянно снимаем чуть ли не по три ролика в неделю, и живем в этом ритме, это реально тяжело. Получилось так, что я врезался, я выхожу, я вижу полностью, ну то есть разбитую тачку, я звоню Захару из Эльмо Бюэй, моему другу, говорю, чувак, привет, я у тебя с утра брал тачку в аренду, я короче разбился на ней. Ну то есть представьте, как мне было сложно, я говорю, чувак, я очень, я вожу тачку два года, у меня ни одного ДТП, я на мотоцикле езжу, я очень ответственный, и просто на чужой тачке я разбиваюсь. Все, слава богу, обошлось без летального исхода, но в итоге все получилось так, что приехал страховой агент, приехал наш адвокат, мы честные ребята, и в итоге страховая компания покроет расходы по Тесле и покроет расходы, скорее всего, те, которые мы врезались. Для меня это будут все равно траты, когда ты попадаешь в ДТП, должен заплатить 3% стоимости автомобиля, и это как бы минимум будет стоить тысячу долларов, потому что для нас на самом деле тысяча долларов, это все равно достаточно большие деньги. Вы не думайте, что блогеры зарабатывают миллионы, мы не самые популярные, как там Моргенштерн. Мы с бородой приняли эту ситуацию, и только благодаря Захару мы вообще смогли снять этот второй видеоролик, потому что, ну, чувак приезжает, видит разбитую Теслу, которую он мне давал в аренду, так сказать, по-дружески, говорит, на, бери, катайся. Я ее разбиваю, он приезжает, говорит, да ладно тебе, чувак, на тебе вторую завтра. Я был в моменте убитый всеми обстоятельствами, я не хотел ничего, но борода подходит, говорит, давай снимем ролик. Подписчики этот ролик ждут. Мы собираемся всей командой, мы креативим, и мы досняли наконец-то этот ролик сегодня. И в итоге вы спросите, почему там был белый салон, а здесь другой? Все просто, это две разные машины. И два разных дня. Весь один день, который был первый, ничего не пошло в итоге. Напиши вообще, что ты думаешь по поводу этой ситуации в комментариях, потому что нам сейчас очень важна твоя поддержка. Мы правда, мы не просто снимаем, мы действительно правда работаем для тебя. Мы это делаем каждый день. Мы вынуждены вставать с самого утра и до самой ночи все это делать, все это снимать, все успевать, еще при этом всем искать такой контент, чтобы он тебе понравился. Все, что от тебя требуется для нашей поддержки, это просто поставить лайк, быть подписанным на наш канал. Просто по-человечески напиши что-то в комментариях приятное. Мы работаем для тебя не просто так. Мы работаем даже, когда мы больны, когда у нас свои проблемы. У нас нет практически личной жизни. Мы все это делаем. для того, чтобы ты мог лишний раз улыбнуться, когда смотришь наши видео. И совсем скоро на канале появятся фокусы. Мы решились это сделать. Мы решились на то, чтобы их вернуть обратно. Все потому, что вы писали об этом в комментариях. Вы нас очень сильно просите, но вы же понимаете, что в свое время мы снимали очень много фокусов. И у нас просто истякли идеи, потому что мы это делали бесперестанно на протяжении даже 5 лет. Друзья, спасибо вам огромное за поддержку. Мы рассказали все как есть. Будьте внимательными на дорогах. Знаете, что ваш ангел-франитель за вами не успевает, когда вы едете очень быстро. Я его держу. Нажми сюда, пожалуйста.